Всем привет, с вами Палте. Добро пожаловать на канал и как вы знаете я постоянно вам отвечаю на комментарии. Я посмотрел ваши комменты под обзорами iOS 14 и понял, что существует огромное количество проблем с системой. Давайте их постараемся решить. Если у вас есть какие-то проблемы, пишите в комментариях и там мы с вами будем общаться и пытаться решить ваши проблемы. Ну а пока что давайте посмотрим, как можно решить те проблемы, которые распространены для всех пользователей iOS 14. Если видео тебе понравится, оценивай его пальцем вверх, также подписывайся на канал и обои из видео у нас в телеграме, ссылка на которые в описании. Итак, первое, что нужно понять, вы все делаете на свой страх и риск. В этом видео будут кое-какие операции, которые достаточно тотальные для устройства, если вообще все очень плохо, только в этом случае к ним стоит прибегать. Пока что давайте начнем с самого такого простого, что встречается у большинства людей. Это до сих пор лагающие виджеты, особенно виджет погоды и времени. Она закатывается в какой-то непонятный город, она не видит вашу геопозицию и показывает, например, Купертино или какой-то штат в Америке, хотя вы находитесь или в Украине или в России. У меня такие лаги пропали еще на пятой бете iOS 14, то есть там для меня Apple это пофиксило. Я не знаю, что они сделали, но у меня я такого больше не замечал. Чтобы и у вас все было хорошо, вам необходимо сделать следующее. Перезагрузите ваше устройство с виджетом, который у вас установлен на рабочем экране. После перезагрузки удалите виджет и добавьте его заново. После того, как вы его добавите на рабочий стол, зажмите виджет и нажмите на кнопку «Изменить». Здесь вы сможете настроить тот город, в котором вы находитесь. Выбираете его, видим виджет обновляется и показывает уже нужную погоду. И такая же абсолютная история с виджетом часов. Если у вас часы сбиты, показывают неправильное время, удалите виджет, добавьте заново и выберите вашу геопозицию. То есть таким образом часы будут понимать, в какой геопозиции вы находитесь, в каком часовом поясе. Ну, грубо говоря, вы обновите информацию для виджетов. Зачастую это решает все проблемы с виджетами. Если какие-то виджеты лагают, делайте то же самое. И у вас виджеты снова будут работать нормально. Обязательно напишите в комментариях, помогает ли это действие избавиться от лагов виджетов. Потому что мне в свое время помогало на 4, 3 и прочих бетах. Дальше приложения. Помните, еще в первых бетах новой системы мы с вами ругались, что некоторые программы отказываются работать как нужно. И там мы это все скидывали на то, что это бета, и разработчики должны обновить свой софт под новую iOS 14. Сейчас уже есть 14.1 и 14.2 находится в бете. То есть проходит огромное количество финальных релизов, и абсолютно такая же история наблюдается у людей с программами, которые работают не так, или даже некоторые вылетают. Стоит помнить, что софт выходит постоянно, и разработчики оптимизируют свой софт под определенную версию iOS для каждого iPhone. Поэтому заходите в App Store и проверяйте обязательно обновление. И читайте, что там новое. Если вас все устраивает, обновляйте программу. Скорее всего, ваша проблема решится, и приложение будет работать как нужно. Специально для этого видео я 4 дня не заходил в App Store и ничего не обновлял. Посмотрите на количество обновлений. У меня не так много приложений, но постоянно что-то новое выходит. Так что обязательно проверяйте обновления и устанавливайте, если лог обновы вам нравится. Следующее это батарея. Здесь есть несколько факторов в новой системе. Во-первых, это одна настройка, на которую я в свое время потратил 2 дня и смотрел разницу с включенной целый день этой настройкой и выключенной. С выключенной я экономил 7% за целый день, что очень неплохо. Так что вы, ребят, можете сделать то же самое. Переходите в настройки, и здесь сверху имеется поиск. Сюда вбейте рекламу. Вы увидите вот это меню в конфиденциальности. Вы туда нажимаете и переходите на персонализированные объявления. То есть это те объявления, которые Apple трекает через вашу активность и выдает вам какую-то рекламу. Это очень сильно тратит батарею, потому что вы серфите интернет, Apple смотрит, что вы видите. То есть эта информация, она никуда не идет. Она как бы остается на смартфоне, но Apple понимает ваши поисковые запросы. И это, зараза, сживет батарею просто чертовски. Поэтому выключайте эти персонализированные объявления. Вы не будете получать меньше рекламы, но Apple не будет трекать вашу активность в сети. И так вы будете экономить батареек. Следующий фактор в новой системе, которая хорошо влияет на батарею, это те самые виджеты. Особенно если они требуют интернет для своего обновления. То есть, например, это погода, но это в меньшей степени. Или какие-то, например, сторонние приложения для онлайн просмотра чего-либо. То есть там постоянно задействуется интернет даже на рабочем столе. И это сносит батарею просто к чертовой матери. Так что если у вас много виджетов, которые требуют подключения к сети, избавляйтесь от них. Да, некомфортно. Да, вы купили телефон, чтобы пользоваться виджетами. Но вы будете экономить батарею очень сильно. Дальше идет проблема с AirPods. Люди жалуются на то, что именно в прошках и втором поколении есть такой момент, что они почему-то работают приглушенно. То есть вы слышите какие-то приглушенные звуки или вас плохо слышат. И зачастую это связывает с новой фишкой, которая есть в iOS 14. Дело в том, что если у вас эта фишка в настройках включена, iPhone постоянно задействует микрофон, чтобы слушать ваше окружение на предмет сирен. Я думаю, вы уже догадались. Это распознавание звуков. И находится эта настройка в универсальном доступе. Если она у вас включена и вы ее выключаете, скорее всего все ваши проблемы с AirPods решатся вот просто на корне. Так что обязательно попробуйте. Если есть какой-то приглушенный звук или плохо работают наушники с iPhone. Выключите эту настройку и отпишите в комментариях, исправилась ли у вас ситуация. Если же у вас лаги происходят при подключении наушников или в целом какая-то лагающая анимация подключения, если долго подключаются. Просто отвяжите пару от вашего iPhone и AirPods. То есть ее просто разорвите и подключите AirPods заново. Это зачастую также решает все проблемы, которые есть при подключении и в целом работе AirPods с iPhone. Нагрев и лаги. Это уже те самые кардинальные методы, о которых я говорил в начале этого видео. И первое, конечно, не такое кардинальное. Но если у вас лагает или, например, греется iPhone, то есть вы в каких-то обычных задачах замечаете нагрев или лаги интерфейса, попробуйте самое простое, что только можно. Это выключите ваше устройство и включите его заново. То есть так называемая перезагрузка. Это очистить некоторые процессы, которые были в памяти устройства. Возможно, эти лаги и нагрев происходят из-за этого. В свое время еще на iOS 13 мне помогала перезагрузка избавиться от нагрева. Я перезагружал и замечал, что телефон перестает греться. И я думаю, это и поможет и вам. Обязательно, опять же, пишите в комментариях, помогает ли избавиться от нагрева и лагов обычная перезагрузка. Если это не помогло и телефон также продолжает нагреваться или лагать в интерфейсе при переключениях программы и так далее, попробуйте уже принудительную перезагрузку. Для вас я оставлю вот этот текст на этом видео. То есть если у вас есть одно из этих устройств, а здесь, по-моему, весь список, просто поставьте видео на паузу и сделайте все по инструкции. Вы получите принудительную перезагрузку, при котором очищается уже и оперативная память, и также процессы, которые происходят в самом устройстве. То есть эта перезагрузка реально скидывает все к нулям, и вы запускаете систему, грубо говоря, по новой. То есть это такой hard reset, если можно так назвать, уже для iOS устройств. Это зачастую также помогает избавиться от нагрева и лагов. Но если уже вообще все очень плохо и ни обычная перезагрузка, ни принудительная не помогла, здесь уже тот самый кардинальный шаг. Система может лагать и чертовски жрать батарею, потому что она криво встала на ваше устройство. Она, кажется, работает как нужно, все хорошо, но какие-то процессы при установке iOS прошли не так. То есть старое что-то не удалилось, новое что-то добавилось с какой-то кривизной. Поэтому система работает не так, как и нужно. То есть в ней много мусора, которые остались из прошлых версий iOS. И здесь нужна чистая установка новой системы с полным сносом всего старого, что было. Так что что вам нужно сделать? Во-первых, первое это зайти в настройки и стереть весь контент, все настройки, все настройки сети. То есть, короче, сброшить устройство к полному нолю, чтобы на нем не было абсолютно никакой информации. Далее вы устройство переводите в DFU режим. То есть это режим восстановления. Опять же, инструкция вот перед вами, как это делать для разных устройств. Ставьте видео на паузу и делайте переход в DFU режим. После того, как вы устройство ввели в DFU режим, подключаетесь к iTunes. Компьютер понимает, что телефон в режиме восстановления. Он загрузит нужную версию iOS и установит ее сам на ваше устройство. И вы получите чистую установку с компьютера с полным удалением всего, что было на вашем устройстве. И все. Единственный минус, что все придется восстанавливать руками. Конечно, то, что есть в iCloud, оно восстановится. Но приложение придется скачивать руками. Потому что нельзя восстанавливаться из резервных копий. Потому что вся информация из старая опять вернется на новую чистую iOS. Так что не делайте бэкапа ни в коем случае. Но это реально кардинально. Потому что вам придется потратить много времени на установку чистой iOS с новой информацией. Так что, ребят, вот такие вот советы. Обязательно пишите в комментариях, какие у вас есть проблемы с системой. И помогло ли вам избавиться от этих проблем. Советы из этого видео. На этом все. Оценивайте видео пальцем вверх. Подписывайтесь на канал. Пока.